Доброе утро. Всемирного неба над головой. Чтоб все были счастливы, чтоб не было ни у кого неприятностей. Ребятки, мы проснулись, пошли быстренько выкулять собачку, потому что она держалась у нас очень долго. Даже вечером практически не ходила в туалет. Мы ее выкуляли. Сейчас идем на завтрак. А потом посередине. Когда с утра спускались на лифте, не могли разобраться. Настя, у тебя карточка на лифте. А карточка, как мы вышли без карточек? Закрыли все. Так а карточки? А мы же не войдем уже без карточек. В общем, мы в салатухе оставили карточки. Теперь не сможем зайти к нам в отель. Так мы даже на лифте не спустимся. Ну все. Что нам делать? В общем, мы не сможем войти в двери. Мы запили карточку. Привез этих карточек мы не на лифте не сможем спуститься, не в свой номер попасть. Захлопнули, в общем. Ну что? Мы будем ждать уборщиков. У них есть карточки. Уж в такой суматохе, девчонки. Разве так можно суматоху так бы наводить? В общем, пошлите кого-то искать. Здесь шведский стол. Мы взяли все, что нам хочется. Всего понемножку взяла, положила то, что там было. Но там очень много всяких деликатесов. В общем, покушаем. Потом, если не наедимся, еще что-то возьмем. Мы взяли так немножко сначала. Покажусь немножко. Начинаем чуть-чуть отходить. Сегодня наконец волнулись. Почистила зубы. И вот, после долгих этих переездов сейчас покушали. Очень вкусно все. Спасибо Богу, что пришло. Спасибо Богу, что Богу нашему. Мы имеем сейчас крышу. У меня была обойтись на 10 дней. Потом что-то будем думать. Благослови людей, которые нам помогли. Слава Отца и Сына. Сейчас пойдем отдыхать. Очень устали. Сейчас еще до сих пор голова у нас болит. Потому что очень... Вот, у поли распалилась голова. У меня тоже еще немножко шумит в голове. Все, сейчас будем номер подниматься, ляжем отдыхать. А потом посмотрим. Я очень объелась. Все, что раз у нас есть помочь. Девочки хотят посмотреть на бассейн и поплавать немножко. Я очень хочу в бассейн. Девчонки собрались в бассейн и идти купаться. Да, очень хотела. Умку оставим здесь. Сами пойдем. Так хочется полежать. Да, мама, буду на шезон. Мама, буду на шезон. Я хочу полежать, отдохнуть. Ну, девчонки не дают мне куполе. Говорят, пошли, пошли. Мама, ты будешь там лежать? Говорят, буду там лежать. Если шо, потом в сауне. Я бы полежала и поспала. Так, Лунка тут остается. Так, теперь в этот раз карточки не будем. Блин, пришлось сядить в мою куфту. Ой, Лунка пошла. Давайте, ловите ее. Тихо, тихо, тут не кричат настолько. Ой, чуть не закрыла дверь. Сходи, зайди, зайди. Давай, давай, давай. На, а карточку, что тут собака? А, а карточка, что тут собака надо повесить? Луна, нельзя. Давай, я возьму. Давай, давай. Без студии, она сейчас подчеркнула. О, такая вот у нас карточка. Да. Тихо, 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 тихо. На карточках. Поле пришлось мою куфту одеть, потому что у нас нет. Долго нет одежды. Нет одежды вообще. Мы не брали с собой ничего. Нам надо где-то покупать одежду. Пошлите. Все плохо. Да, в плане одежды мы вообще голые остались. Что есть у Тона нас? Это моя кофта на поле теперь. А ее куфти, она уже вымазалась. Поэтому у нас задача номер два найти Насте кроссовки и какие-то вещи. Не в чем ходить. Не в чем. Не в чем вообще. Потому что мы так много бешеней. Бешенцы, без одежды. Голые бусы. Голые бусы остались. А, не, Полюшка, нам вообще надо было в другую сторону, потому что там у нас ближайшие дни, ближайшие просто у нас. Ждем лифта. Настенький там сапожек немножко оборвался. Прицепили. Хорошо, тут мягко так. Криселки такие стоят. Стиванчик мягенький. Да ладно, она уже стягивает. Лунка там что-то подтягивает. Подтягивает, но ничего. Ну ладно, пошлите. То она просто одна осталась, поэтому ей немножко страшно. Что ты нам на стусь? Все? Да, все, чеки-бомбулы. Тоже с вами пусыла. Тут спа. Но сейчас нам не до спа. Мы дали такие часики. Мы не знаем, куда нам идти. Так пришли спросы. А куда нам? Пошли спросы, куда нам идти. Что-то мы заплатились. Покупалась, помола голову. И сейчас вот села и думаю, как все-таки хорошо, наверное, что мы оттуда убежали. Сейчас вот девочка Насте написала, ее подружка, что занесла куколок своих в подвал. Боже, у меня прям вот не знаю, сердце щемит. Ребенок занес куколок в подвал. Боже, люди добрые. Что делается в 21 веке? Это же просто страшно. Понимаете? Сейчас Украина переживает войну. Очень страшную. Которая была наша мировая война в 20 веке. Мне кажется, сейчас война хуже. Такая же, может быть, хуже, я не знаю, но вообще у меня нет слов. Я просто не понимаю вообще, что делается. Ребят, если кому-то кажется, что нам тут легко и хорошо, то я вам могу сказать, что нет, потому что в своем доме ты чувствуешь себя комфортно, ты хозяйка, как ты знаешь, где у тебя что лежит, где тебе нужно что-то положить. То есть это уют, захист, понимаете, затяжек. Как там на русский перевести, не знаю уже. Уже многое это твое затишье, понимаете, твоя гавань. В чужом месте комфортно, комфортно. Комфортно в доме было у нас, очень было комфортно и уютно, тем более у нас были все условия для жизни. В чужом месте, в чужом городе, в чужой стране, конечно, нам очень тяжело. Нам нужно будет привыкать к этим всем условиям, к языковому городу, к языку, потому что мы не понимаем друг к дружку, когда общаемся, к городу. Мы не знаем еще, где мы будем точно. Я на телефоне переводчик набираю, пытаюсь учить. Да, потому что очень зловные комментарии пишут и так, и сяк. Просто многие не понимают, насколько трудно оставить свой дом. У них очень трудно. Тем более, не просто дом, он был комфортный, уютный, у него было все, что нужно для жизни. Вот. И когда пройдет 10 дней в этом отеле, в котором мы сейчас живем, по-хорошему, уютно, мы вообще не знаем, где мы окажемся. Я предлагаю маме квартиру сеть. Дети просто очень мало что понимают в этом. Так а чего нельзя? Ну, будем как-то искать, конечно, думать, пробовать, что-то делать. Вот. Так что, ребятки, желаю вам, чтобы вы жили в своих домах чистого неба над головой, чтобы не было ничего, что может нарушить ваше счастье и ваш покой. Вечер мы сидим запарили мивину. Сейчас солью еще кипятком. Настя и вина. В общем, утром мы поели, у нас получается тут был завтрак. Пока не знаем, где тут магазины находятся. Я так понимаю, что пока мы до них доберемся, пройдет еще несколько дней. Кушаем пока, что у нас есть из запасов. Маш, почему ты строить все вот эти добавки? Ты мало положила, наверное. Вот. В общем, такой даже телефон с нами. Вот. Потому что думали, в общем, я положила себе в сумочку старый такой кнопочный телефон. Думала, что если у нас не будет свет, то хотя бы таким телефоном пользоваться. Нас напугали там вот в Украине, что надо иметь сейчас кнопочный телефон. Я как положила его в сумочку. И так я с ним сюда и приехала. Вот. Ну, в общем, что, запарили ми-вину, открыли паштитик. Вот еще у нас есть печенюшки тут с отеля. Тут груша Настя не доела. Я буду доедать. Тут немножко у нас такие витамины. В общем, тут уже печенюшка пришит к чаю. В общем, немного совсем уже осталось еды. Так, тут чай, кофе, тут конфетка, палочки. В общем, кушать есть. Хоть немножко, но я думаю, скоро до магазина мы доберемся, настой? Куда шоу? До магазина. Да? Да. Надо добраться.